С 6 по 9 июня граждане Евросоюза будут избирать 720 депутатов, которые будут заседать в Европарламенте нового созыва до 2029 года. Эта процедура проводится раз в 5 лет. Поскольку Румыния является членом ЕС, на заседаниях в Брюсселе ее будут представлять 33 законодателя. Возможность проголосовать есть и у граждан Молдовы с румынскими паспортами, вне зависимости от их политических взглядов, будь то проевропейские устремления или приверженность таможенному союзу. Команда Ньюсмейкер решила узнать, будут ли участвовать в голосовании народные избранники. Первым мы спросили депутата Раду Мудряка из блока коммунистов и социалистов. Он входит в парламентскую оппозицию и обладает румынским гражданством. Хотя парламентарий известен своими пророссийскими взглядами, он заявил, что еще не принял решение насчет выборов в Европарламенте. Нашлись и депутаты, которые сообщили, что отправятся на участки в эти выходные. Такое решение принял народный избранник от партии «Действия и солидарность» Раду Мариан. Да, я считаю, что учителя не румынская, и что учителя не будет в ответ, это важно. Счителя в Республике Молдова, мы, учителя на этот объектив, что учителя на Университет, мы должны решить на номер как больше в ответ, чтобы выяснить учительства университетов, что у них не будет в форме университета. Некоторые депутаты сообщили, что не хотят получать румынское гражданство из принципа, но за выборами будут следить. У меня нет гражданства Евросоюза, у меня только молдавское гражданство, это моя принципиальная позиция, поэтому я буду наблюдать за ними, как и все обычные граждане. В парламенте обсудили скандал, в котором замешан бывший начальник генштаба Молдовы Игорь Горган. По данным российского интернет-издания V-Insider, Горган якобы сливал секретную информацию российской военной разведки. Прежде чем высказываться по этому вопросу, одни депутаты ждут окончания расследования, а другие взяли слово и выразили свое мнение по поводу предательства Родины и деятельности службы информации и безопасности в этом отношении. Председатель парламента Игорь Гроссу заявил, что до 5 июня ему ничего не было известно о предполагаемых действиях Горгана. Он попросил правоохранительные органы разъяснить ситуацию. Некоторые депутаты подвергли сомнению работу СИБА и даже заподозрили сотрудников ведомства в соучастии. Если они знали и ничего не сделали, самое простое в этом случае – это почетная отставка со всем этим СИБА. Потому что они получают миллионы из госбюджета на то, чтобы стоять на страже соблюдения государственной безопасности и прекращать попытки подрыва безопасности. И не для того, чтобы констатировать, когда ньюсмейкер или журнал ТВ придут и спросят. А вы знали? Да, мы знали. И какой смысл знать? Еще один аргумент – СИБА должен активизировать свою деятельность по статье о государственной измене и если нужно изменить законодательство. Прокурорам ничего не остается, кроме как прийти и сказать, по каким причинам отдельные люди не привлекаются к ответственности по этой статье. Прокурорам ничего не остается. Прокурорам ничего не остается. Я понимаю, что есть информация? Но, наверное… Почему не об этом? Не знаю, что я не знаю ответственность. А теперь, я думаю, что мы в отношении одной разбытии хибридой Федерации России против нашей страны, о дезинформации, о демократии, процессе демократии. Наверное, что существует больше людей, которые имеют умение для распространения информации. Журналисты в «Инсайдер» написали, что им удалось заполучить телеграм-переписку Горгона, из которой следует, что в последние годы молдавский генерал регулярно общался с полковником Алексеем Макаровым, его предполагаемым куратором из службы внешней разведки вооруженных сил Российской Федерации. После того, как эта информация появилась в прессе, Горгона уволили с должности в ООН. А 6 июня Генеральная прокуратура заявила, что готовит дело о государственной измене. В администрации президента сообщили, что все титулы и награды, полученные Горгоном, будут отозваны. Пока одни депутаты активно комментировали законопроекты, у других во время заседания нашлись дела поважнее. Например, народного избранника партии «Действия и солидарность» Евгения Сенкевича поймали на переписке, в которой он с кем-то обсуждал видеоигры. Других его коллег застали за просмотром мобильных телефонов или страниц Facebook на компьютерах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова